Перед началом видео, друзья, минутка важной информации. И нет, это не реклама и не мольба о том, чтобы вы подписались. Все мы мечтаем о действительно мощных компьютерах. QI9 11900K, Ryzen 9 5950X, RTX 3090. Мир по-настоящему мощных компьютеров для большинства из нас, к сожалению, не досягаем. Но есть мир, который намного ближе к нам, и которому мы всегда можем помочь. Но, к сожалению, мы этот мир не замечаем. Речь идёт о бездомных животных. В описании к этому видео я оставлю ссылки на приюты для бездомных животных. Любая помощь будет важна, даже помощь в 5 рублей. Кроме нас, друзья, помочь им, увы, некому. Спасибо за внимание, переходим к видео. Итак, друзья, всем привет и здорово, рад снова всех видеть. А кто здесь первый раз, рекомендую подписаться. Подписка, дружище, ты меня очень сильно поддержишь. Заранее спасибо. Итак, сегодня у нас сборка ПК на базе процессора AMD под будущий задел апгрейда системы. И да, друзья, всегда собирайте компьютеры, оставляя задел апгрейда. Собирать одноразовые системы удовольствие ниже среднего, и фактически экономии в этом нет никакой. Ибо когда ваш процессор уже перестанет вытягивать нужные вам проекты, вам придётся заново собирать новый компьютер, в то время как вы могли бы просто проапгрейдить имеющийся. Начинаем, как правило, с процессора. И им будет 6-ядерный и 12-поточный процессор от компании AMD в лице Ryzen 5 2600. И сразу же по его характеристикам. Год релиза 2018. Сокет AM4. 6 ядер и 12 потоков. Объём кэша третьего уровня 16 МБ. Базовая частота процессора варьируется на отметки в 3,4 ГГц. Частоты турбобуста доходят до отметки в 3,9 ГГц. Множитель разблокирован. Это значит, что мы можем повысить производительность процессора путём его разгона. Заявленное тепловыделение 65 Вт. Но увы, мир ПК-железа это не только циферки. И несмотря на его довольно неплохие характеристики, у него есть проблемы. И самые главные из них это его относительно низкая производительность на ядро. А также контроллер памяти. Но тем не менее, процессора Ryzen 5 2600 всё ещё достаточно для нетребовательного гейминга. А также для относительно нетребовательных рабочих задач. Далее. Выбор материнской платы. Я напомню, под будущий апгрейд процессора. Но это не значит, что мы вкорячим материнскую плату из хай-энд сегмента за овермного денег. Фанатизм не приветствуется. Сегодняшний выбор это материнская плата от компании Gigabyte. Модель B450 Gaming X. Её форм-фактор стандарт ATX. Чипсет AMD B450, который официально поддерживает процессора AMD семейства Zen 3, что сильно удешевило выбор материнской платы. Четыре слота для оперативной памяти. Шесть портов SATA 6 Гбит в секунду. Звук Realtek HD Audio на чипсете Realtek ALC892. Схема 7 к 1. Чипсет сетевого адаптера Realtek RLT8118 со скоростью до 1000 Мбит в секунду. Также есть слот M.2 для высокоскоростных SSD накопителей. Но самое главное, это 11 фаз питания под массивными, эффективными и эстетичными радиаторами. Данная материнская плата позволит легко проапгрейдить процессоры в будущем. Например, до 8-ядерного и 16-поточного Ryzen 7 5800X. Да и ценник на эту материнскую плату все же относительно бюджетный. Далее, выбор оперативной памяти. По классике предложу вам кит из двух планок по 8 Гбайт каждая, суммарно дающий 16. От производителя Crucial. Модель Ballistics на чипах Micron. 8 Гб Азу объективно мало в наше время, а 16 Гб по-прежнему достаточно для любой современной игры. К тому же, оперативная память Crucial Ballistics имеет отличный разгонный потенциал. Да, не Samsung бедай, но и цена все же намного ниже. Присутствует и эстетическая составляющая в лице радиаторов, которые к тому же эффективно отводят тепло от чипа в памяти. Охлаждение процессора. Предлагаю взять для нашего Ryzen 5 2600 поистине народный бюджетный башенный кулер Deepcool Gamax 300. Рассеиваемая мощность 130 Вт. Конструкция башенная. Три тепловые трубки, которые пронизывают алюминиевый радиатор. Башенного кулера Deepcool Gamax 300 с головой хватит для нашего Ryzen 5 2600. И напомню, всегда выбирайте охлаждение процессора с запасом для адекватной работы режима Turbo Boost, стабильность работы которого напрямую зависит от температурного режима процессора. Далее на очереди, пожалуй, самый сложный выбор компонента системы на сегодняшний день. Это выбор видеокарты. Хоть биткоин наконец теряет позиции, просел он еще не окончательно. И хоть видеокарты немного подешевели, то цен рекомендованных еще очень и очень далеко. Поэтому в сегодняшней системе будет видеокарта GTX 1650 Super. Она обладает 4 гигабайтами видеопамяти типа GDDR6. Шина памяти 128 бит. Пропускная способность памяти 192 гигабайта в секунду. Архитектура Тьюринг. Процессор TU-116. Техпроцесс 12 нанометров. Турбочастота работы видеоядра 1755 МГц. Энергопотребление 100 Вт. Видеокарта GTX 1650 Super даже близко не горячая и по сути не имеет особой разницы от какого вендора вы ее возьмете. Охлаждение от любого вендора с ней легко справится. Многие возможно скажут, что этой видеокарты недостаточно. Но к сожалению, видеокарта жирнее попросту не влезла в бюджет сегодняшней сборки. К тому же этой видеокарты вполне достаточно для нетребовательного гейминга. Ну и друзья, ждем пока биткоин упадет окончательно. Желательно куда-нибудь под плинтус. По накопителям особо акцентировать внимание я смысла не вижу. Стандартный терабайтный жесткий диск WD Blue со скоростью шпинделя в 7200. Его вполне достаточно для нужд домашней десктопной системы. И простенький SSD накопитель на 128 гигабайт. Например, Oppizer AS350 Panther. На первое время его хватит с головой под систему, софт и, возможно, одну онлайн игру. Далее у нас выбор блока питания. Блок питания должен быть довольно надежным и мощным, ибо проработает он довольно долго. И его мощности должно хватить под задел апгрейда системы. И всегда помните, блок питания это очень важный элемент системы, и к его выбору не стоит относиться небрежно. Ибо некачественный блок питания легко унесет всю нашу сборку вальгалу, похоронив с собой все вложенные финансы и силы. Если совсем проще, относитесь к выбору блока питания так, как вы относитесь к выбору процессора. Итак, представляю вашему вниманию блок питания KUGA GEX 750, соответственно на 750 Вт. Из его преимуществ у него есть APFC, есть технология DC-to-DC, полупассивное охлаждение с очень тихим вентилятором, модульная система подключения, сертификация 80PLUSGOLD, защита всех ключевых компонентов вашей системы и японские конденсаторы из высокотемпературной серии. Данный блок питания проживет действительно долго и не будет приносить проблем в вашей системе, а его мощности вполне достаточно под будущий апгрейд системы. Ну и выбор корпуса. Конечно можно подобрать бюджетный глухой гробик для нашей системы, но рекомендую не забывать о таком параметре как продуваемость. К тому же, систему мы собираем не на один год, учитывая еще и потенциал апгрейда, и смотреть на этот системник вам придется довольно долго. Поэтому представляю вам корпус Z-Gaming Rare M2 ARGB. Это довольно стильный и приятный глазу корпус. Передняя морда полностью сетка. Боковое окно выполнено из каленого стекла. Сам корпус может похвастать действительно высоким качеством исполнения. Четыре вентилятора с подсветкой идут уже в комплекте. И по итогу за свой относительно низкий прайс среди конкурентов на рынке, мы получаем действительно качественный, симпатичный и продуваемый корпус. Еще и с вентиляторами в комплекте. И в нем не стыдно будет произвести апгрейд своей системы. Ну и переходим к тестам в играх. Начнем с игрушек попроще, типа CS GO. Ультра настройки графики. Хоть на ультрах никто и не играет. В среднем мы видим 244 кадра в секунду. Следующая игра, Rainbow Six Age. Также на ультра настройках графики. В среднем мы видим 129 фпс. В World of Tanks на ультра настройках графики мы видим 121 кадр в секунду в среднем. World of Warcraft. Также ультра настройки графики. В среднем 130 фпс. В Fortnite было принято решение выставить киберспортивные настройки графики. По итогу 269 фпс в среднем. Далее игрушки чуть потяжелее. PUBG на ультра настройках графики выдает 77 кадров в секунду. Apex на таких же настройках графики, то есть на ультра пресете, выдает 103 кадра в секунду в среднем. GTA 5 на ультра пресете выдает 100 кадров в секунду. Далее проекты уже потяжелее. Третий Ведьмак. Сейчас многие скажут, что дурак что ли? Где же он требовательный? Дело в том, что третий Ведьмак очень требователен именно к ресурсам видеокарты. Выставляем ультра настройки графики и видим в среднем 68 кадров в секунду. Далее Far Cry New Dawn. Ультра настройки графики. В Ларри Крофт сегодняшняя связка на ультра настройках выдает 76 кадров в секунду. Battlefield 5. Ультра настройки графики. 85 фпс на мониторе. Assassin's Creed Odyssey. Высокие настройки графики. В среднем 60 кадров в секунду. Как раз под герцовку мониторов большинства юзеров. Red Dead Redemption 2. Ультра текстуры. Остальные настройки на минимум. Апи Вулкан. И на таких настройках мы видим 93 кадров в секунду. И Metro Exodus. Ультра настройки графики. 90 кадров в секунду. Ну и как мы видим, сегодняшняя система вполне неплохо тянет игры на сегодняшний день. А заложенный потенциал апгрейда позволит в будущем не собирать новый компьютер, а просто проапгрейдить этот. К примеру, процессор мы ставим Ryzen 7 5800X, а видеокарту RTX 3080 Ti. И играем в абсолютно все на самых максимальных настройках графики. Вообще не меняя больше ничего в системе. Ну, максимум докинуть один хороший SSD. За всем, друзья, я откланяюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok